Здравствуйте, мои дорогие! Всех приветствуем на своем канале! Я хочу сделать серию видеоматериалов, которые связаны с видеоматериалом одного из блогеров, который пытается проповедовать, который меня резко стал критиковать. Ну, начнем мы с темы язычества. В принципе, мы эту тему с вами уже неоднократно обсуждали, опираясь на тексты Нового Завета, на тексты Ветхого Завета, но репетиторист-платтер-штудиорум. Я думаю, что нам не помешают тексты Корана, которые связаны с данной тематикой. Я зачитаю цитаты. Конечно, это будет поверхностное ознакомление. Дело в том, что заповедь «Не сотвори себе кумира», она присутствует в текстах Корана, но несколько в другом виде. Слово «кумир» заменено словом «сотоварищи». Да, существуют такие термины, как «многобожие», «идолопоклонство». Речь идет также в текстах Корана, когда говорится о сотоварищах, о всевозможных господах, начальстве, то есть о культе личности. Есть такое понятие, как «поклонение страстям». И мы должны сегодня с вами объединить эти понятия воедино под термином «язычество». Для этого я вам зачитаю буквально два аята из текстов Корана. Но сначала я хочу дать вам послушать видеоматериал вот этого блогера. Друзья, сегодня поговорим о первенце из мертвецов, так как в прошлом. Поняли вы, здесь информация такая, где снимаются все противоречия, где экономики касаемся, священных писаний, религиозных. Вы видите, и такую информацию даю, которой нет ни в гугле, ни в интернете, ни в книгах, чтобы не озвучивать вам информацию чужую, как плагиат, понимаете. Поэтому я только на такую тему. Вот, к примеру, говорят язычники. Вот у меня интересовал вопрос, кто такие язычники. В интернете я ни одного ответа не нашел, кто такие язычники, однозначный, чтобы был ответ. Говорят, язычники те, кто поклонялись планетам, да, одни говорят. Это идолопоклонники, да, к примеру, это. Или кто считал много богов, у кого было много богов. Много богов – это многобожники. У всего есть свое название, свое имя, понимаете. Потому что не знают, нет конкретной информации, понимания, кто такие язычники. Так же и по поводу славян, что все это отжило и умерло. Если вы даже Коран читаете, вы где-нибудь встречали там слово язычник? Там либо многобожник, либо идолопоклонник. То есть, поняли, в чем суть. И дается здесь такая информация. Ну вот, специально для вас я хочу зачитать эти цитаты, которые присутствуют в текстах Корана, в которых действительно есть данный термин. И затем я разъясню, что относится к понятию язычества. В принципе, вот эти цитаты, которые я вам зачитаю, они уже дают конкретику. Итак, начнем мы с суры семейства Эмран, 148-й аят. Потом он низвел на вас после огорчения для спокойствия сон, который покрыл одну часть вас, а другую часть обеспокоили их души. Они думали об Аллахе, несправедливое думой и язычество. Вот здесь вот присутствует понятие язычества. Да, здесь, может быть, нет определенной конкретики, но конкретика у нас есть в суре Пчелы, 38-м аяте. Мы отправили к каждому народу посланника «Поклоняйтесь Аллаху». Аллах – это у нас единый Бог. То есть поклоняйтесь единому Богу и сторонитесь язычества. Если вы поклоняетесь только единому Богу, то вы верующие люди. Если вы поклоняетесь кому-либо, разницы нет, кому или чему, помимо единого Бога, то вы являетесь язычниками. Были среди них те, кого Аллах повел прямым путем, а были те, кому оказалось суждено заблуждение. Идите же по земле и посмотрите, каков был конец читающих ложью. Еще я хочу несколько цитат вам зачитать, для того, чтобы вы поняли, что верующие люди должны поклоняться только единому Богу. И, в принципе, не должно существовать никаких религий, помимо единобожия. Сура Иосиф – 40-й аят. Он повелел, чтобы вы поклонялись только Ему, только единому Богу. Это правая вера, но большая часть людей не ведает. Обратите внимание на понятие правая вера. Вот вам понятие православия в текстах Корана. Сура 10-я, 105-я – «Направь свое лицо к вере правой и не будь многобожником». Ну, сейчас я маленько хочу расширить ваше понимание вот каждого термина, который относится к язычеству. Итак, к язычеству относится у нас идолопоклонство и относится поклонение к другим богам, то есть многобожие. К идолопоклонству относятся к культу личности, поклонение собственным страстям. Итак, что относится у нас к идолам? К идолам у нас относятся всевозможные изображения, изваяния, поклонение стихиям, например, огню, воде, ветру, воздуху, поклонение планетам, поклонение растениям, поклонение животным, поклонение камням. И вот все это – идолопоклонство. Давайте теперь рассмотрим следующую категорию – поклонение другим богам. Поклонение другим богам называется многобожие. Если вы поклоняетесь еще кому-либо, помимо единого бога, то вы – многобожники. Помните, как говорил Иисус? Господу Богу одному поклоняйся, Ему одному служи. Поэтому культ личности, в первую очередь, является язычеством или элементом язычества. И поклонение всевозможным святым, имамам – это уже является тоже категорией язычества, которая неприемлема для верующего человека. Поклонение собственным страстям тоже относится к язычеству. Мы эту тему с вами разберем более подробно. Но я думаю, что вы теперь осведомлены и знаете, что заповедь «Не сотвори себе кумира» присутствует у нас в текстах Корана, и термин язычества также присутствует в аятах. Всего вам доброго, до следующих встреч!